Всем привет! Куда пошла? Я привет говорю. Ушла она на фаснах. Второй день уже идет на фаснах. Когда придешь? Да. Не холодно? Ушла Маргоша. Привет, ребят, всем. Привет, привет. В школу собираешься? На хвостик? Ну, на! Давай. Да, уже идти, Макс. Обувайся. Ага. У Маргоши сегодня нет с Ксюшей в школу. А у вас вчера не было. А сегодня у Маргариты с Ксюшей в школу. Мама, это все где-то? Расчекивается. Маленькие уже, что ли? Маленькие уже. Нам посылочка приехала. Кузя к нам приехал, видите? В общем, это стульчик. Я заказывала вообще две штучки. Для Каролины, для Макса. Специально для нас. А у вас два одинаковых. Черный? Да. Я два одинаковых взяла. Как? Ты мячик этот с собой, что ли, берешь? Да. Все, что ли, или только один? Один. Один? Осторожней через дорогу. Пока. Давай. Пока. Вчера мы снимали влог, но он получился такой коротенький, именно с карнавала. В общем, я вам ставлю в этот влог. Не сильно много я вчера снимала. Потом после карнавала мы вернулись домой, так устали, потому что стояли там, сколько мы, 4 часа где-то мы там стояли. Ты куда бежишь? Вот. И вчера пришли домой, поужинали, и все, все легли отдыхать. Поэтому я сегодня снимаю еще один влог и кусочки со вчерашнего дня сюда вставлю. Вот связала я носик, попросили показать, как я вяжу. Я все, конечно, весь процесс не буду вставлять так. Немножко, некоторые моменты. Сегодня вот буду мордочку делать. Хочу закончить мордочку, там уже потом лапки и все, и закончила. Связала я вот такие две детальки, это будут рога. Вот такой вот рог у меня получился. Выглядеть это будет... В общем, это будет вот так. И вот так вот. Ой, нет, вот так, по-моему. Это один рог, тут будет второй. Пока людей так нет, я распакую, как раз у меня придут друг куя. Все, мы все вытащили, набираем. Так, тут нам дают 16 детских развивающих игр в подарок. Супер. У меня есть такое приложение, Литрес. Книга в подарок из детской подборки. Так, тут тоже нам подарок по промокоду 1 месяц. Это наша инструкция. Сейчас будем собирать стульчик. Детский регулируемый стул «Павлин» от мебельной фабрики «Друг Пузя». Вот так вот должен сесть ребенок. Видите, спинка. Сгибается правильно коленочки, тут 90 градусов. Вот эти наклейки нужно наклеить на вот эти детали, чтобы они не портились. Защитная пленка такая. Все, наклеили наклейки. Ну что, я уже приступаю к сборке стульчика. Собирается он очень легко. У меня это ушло примерно 15-20 минут. Будьте осторожны, потому что очень много подделок делают на этот стул. Выглядят они примерно так же, но сделаны непонятно из чего. Ни сертификатов, ни гарантий. У стола регулируется спинка, сиденье, подножка. Можно подстроить под вашего ребенка. Этот растущий стульчик я заказала у мебельной фабрики «Друг Пузя». Фабрика является производителем. Стул сертифицирован и изготовлен по ГОСТу. Все, стульчик я собрала. Теперь я хочу отрегулировать. Нет, не упадешь. Все хорошо. Не упадешь, сядь. Поставь. На самую нижнюю, по-моему. Я так думаю, на самую нижнюю. В общем, сейчас прикручу, посмотрим. Стул выдерживает до 120 килограмм. Так что, в принципе, удобно? Вот. Супер. Смотри, как удобно сидеть, да, уроки делать? Растущий стульчик рекомендован детскими ортопедами. Также он способствует развитию правильной осанки. Такой стульчик прослужит много лет. Очень хорошо вписывается в интерьер, если подобрать правильный цвет. Подходит деткам от 6 месяцев до 16 лет. Он довольно-таки тяжелый, увесистый. Хорошо стоит, и ребенок на нем не перевернется. Изготовлены стульчики из высококачественной МДФ и фанеры класса Е1. Покрытие акриловая водоэмульсионная краска. И считается самой экологически чистой на данный момент. У стульчика запаха никакого нет. Краска без временных выделений. Ассортимент очень большой. 20 вариантов цветов покраски стула. Можете выбрать на любой вкус. Также оплату можно произвести при получении стульчика. Гарантия 12 месяцев. Срок службы 10 лет. Ссылку на сайт я оставлю в описании. Переходите, смотрите, выбирайте на свой вкус. Как видите, я спокойно встаю на стульчик. Он выдерживает вес взрослого человека. Также у него сглажены все углы. И это безопасно для ребенка. Всех с масленицей. Печем блинчики сегодня. Тесто я делаю на кипятке. Мне больше так нравится. Все, начинаем печь. Сейчас посмотрим, может быть, еще нужно будет добавить. Чуть-чуть. Чуть-чуть. В машине. Сейчас он приедет, скажешь. Я прям сейчас надо? Да. А я не буду разговаривать больше? Я не буду разговаривать. Ё-моё. Рановато. Можно было еще подождать. Ну ладно. Первый блин комом. Так. Вот. Я уже. Одна тарелочка напеклась. Вторая тоже на подходе. Маргарита еще там свистнула. Четыре штуки. Еще вот сколько теста. Мам! Что зациклишь? Какой-то бешеный жираф у нас тут находится. Пойдем, Каролина. Быстренько собираемся. Ты все готов, Пикачу? Нет. Пикачу поедешь? Нет. Давай. Ой, какой желтенький. Показывала я у себя в Инстаграм. Вот такая пижамница у меня получилась. Единорожка. Вот такой. Это сумочка. И из ниток. Такими петельками. Быстро очень вяжется. Тут шнурочек. Шнурок поменяю. Пока такой. Вот. Тут вот лапки. Еще две лапки. И голова. Такая вот спящая единорожка. Тут волосики у нее такие, кудряшки. Разноцветные. И хвостик у нее здесь вот такой. А, и вот такие вот мячики я ей связала. Она мне сказала, свяжи мне мячики. Просто мячики. Розовый и голубой, да? Красный, розовый и голубой. С глазками мячики. Пушистые. Все. И сумочка. Где твоя сумочка? Оставались нитки вот после этого. Я ей связала сумочку. Все. Жирафик, пойдем. Пойдем на лифте. Проходите. Мисс жираф. Три жирафа и один Пикачу. Мы сейчас сначала заедем за племяшкой. За племянницей. За Миленой. И потом поедем дальше. Ты моя мама. Я здесь. Гирафа мама. Привет. Привет. Так, мы немножко опоздали уже. Видите, места заняты. Нам туда не протолкнуться. В общем, нам пришлось уйти далеко-далеко-далеко с центра города. Потому что там невозможно просто было стоять. Здесь более-менее меньше народу. Да, собирай их конфетти. Сумку себе собирай. Вот у тебя кармашек есть. Складывай в карман. Музыка. 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 Но я гас така. Музыка. Прямо в голову кидают. Это что, ниньо? Это что, ниньо, 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 ниньо. Ниньо, ниньо. Ниньо, 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 ниньо, ниньо. 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 Вот такой. Его можно вот так вот ставить. Хвост большой, я думала, он не такой большой, прям огромный. Чехол? Еее. Еее, вот такой вот она чехол взяла с кобрами. Ну-ка, неси смотри. И вот такая формочка с этими, как они называются, кончики, хлопья. Круто? Прикольно. Еще стекло я видела. Мам, я уже стекло поломалась. Она фанатка Шрека. Старый чехол. Красиво смотрится. Глазки приехали. Вот. Это я заказала глазки, реснички приделываются. Тоже формочка, а тут конфетки, печенюшки. Еще формочка. А, это белка. Белка, орешки. В общем, лесная тематика. Специальная. Какое-то оно там, да. Защитное. Видите, оно серенькое. Должно быть... А, да. В общем, сбоку не видно. Если кто-то будет сбоку смотреть и не видеть что-то. А мне это не видно. А вообще просто. Да, вот так. Так вот не видно, так видно, так не видно. Кого вы там закрыли? Кого ты закрыла? Макс на улице? Ты крыла? Белка. 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 Три Белка. Так, всё, мы поехали за продуктами. Конфета не могить? Конфета. Кучуш, ты с нами? Да. Ээээээээээээээээээээ. Все, пошли. Ладно, мы пошли. Оставь мою месику пока. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-ххе-хе. Стой. это нам к блинчикам нет а есть же белая с черным видела вот это не нравится чоко дуло возьмем оригинал возьмем оригинал или может быть вот это лучше меня там больше меньше стоит возьмем 2 так бабуля сказала купить значит купить так поехали в школу там что вам нужно в школу сене булочки свои любимые бери ой здесь опять что-то все переставили что ли как-то по-другому стало вот эти пиццы хорошие один франк стоит тоже школа ты не берешь все равно пасочки уже надо что-то брать уже продаются зайчики к паске даже динозавр смотреть в общем сегодня я решила доделать полностью пижамницу такая вот голова у меня получилась совсем забыла поснимать немножко увлеклась работой сидела вязала и про камеру совсем забыла в общем такой вот олененок получился голова такая вот я ее немножко переделала она у меня была большая сильно нитки у меня очень толстые поэтому я убавила с этой стороны один ряд и с этой стороны один ряд и немножко уменьшила и потому что было на прям слишком огромное вот и решила сделать такие глазки бы такой вот галочкой такой вот олень и и остались только лапки одну лапку я связала будет готова эту лапку я решила немножко набить у единорожки вообще пустые лапки были день подошел к концу все уже спят я засиделась как всегда с игрушкой с этой я сиделась как всегда пока не закончу я не успокоюсь спать не лягу время уже 12 часов ночи я наконец-то делала пижамницу такой вот миленький олененочек ножки мордочка такую вот добавила тоже как ротик вот и все такая вот игрушка пижамница завтра макс будет с ней уже спать тут пока такой шнурок не знаю еще хвостик наверное нужно будет делать но это завтра вот так что все закончила я пойду пойду отдыхать влог буду монтировать завтра увидимся с вами в следующем влоге всем пока